Осень, самая пора запасаться соленьями на зиму. Заготовки капусты, бочковых огурцов, аджики вдвойне вкусней, если сделаны своими руками. Эй, косой! Ты чё там кряхтишь? Морковку дёргаю! А хороша морковка-то! Хороша, дядя Миша! Вот только сидит глубоко! О, мне, пожалуй, тоже морковка нужна! В запас на зиму! Сегодня, чтобы заготовить овощи, выращивать их не обязательно. Достаточно прогуляться до ближайшего рынка. Цены везде примерно одинаковы. По данным Приморскстата, за прошедшие 9 месяцев цены на плодовочную продукцию в среднем снизились на 7,8%. Овощи подешевели на 14,2%. Картофель на 3,2%. Морковь на 3,4%. Помидоры на 26,4%. В то же время лук репчатый, капуста белокочанная и свёкла столовая свежая подорожали на 8-10%. Стихийные ярмарки развернулись в основном в отдалённых микрорайонах города. Ассортимент небогат. Морковь, лук да капуста. Цены – подарок. Особенно, если брать оптом от 5 кг и выше. А вот готовые соленья в разы дороже. Так, картофель стоит 20-35 рублей за килограмм. Капуста обойдётся в 15-25 рублей. Помидоры в 30-50. Лук – 25-40. Квашеная капуста – 120 рублей за килограмм. Солёные огурцы – 150, мочёные грузди – 800 рублей за килограмм. Берут морковь, лук заготавливают, картошку. Всё берут. Капусту на засолку, морковку, пожалуйста. Картошечка трёх видов. Всё берут, хорошо берут. Надо вырастить, надо привезти. Надо продавцу заплатить, надо грузчику. Ну, вот с того и складывается, как обычно. Продавцы уверяют, овощи местные со Спасского района. Перекупщики скупают их у фермеров по бросовой цене и предлагают горожанам. Впрочем, приобрести продукты про запас можно и на рынке, если есть большое желание и умение договариваться по цене. Вообще дешевле взять у бабушки свою родную, поехать, да, она тебе даст, ты не сможешь увезти. Наверное, проще купить. Последние годы нет, к сожалению, не хватает времени. А почему? Как-то покупаете, добычуешь? Вот видите, купила квашеную капусту. К сожалению, потому что работы много. Да, делаю, потому что есть огород, консервация, варенье варю. А даете как-то внукам, про запас делаете? Конечно, ребенок у меня есть взрослый сын, нужно их семью поддерживать молодую. Ну, этим занимается мама, сама этого не делаю. А вы учитесь, ну, принимаете опыт? Ну, да, помогаю, скажем так. В будущем будете так же засаливать или проще купить? Проще купить. Сало – еще один продукт, который любят засаливать на зиму. На трехлитровую банку приходится по два с половиной килограмма сала. Берут, много берут. Людям невыгодно 400 рублей, она соленая, она свежая взяла, свеженькая, сама посолила, кушает, как ей нравится. В этом году много покупателей на сало, много берут на засолочку. Наверное, спросом пользуются, я не знаю, почему. Так вот, я даже не знаю, в том году меньше было, чем в этом. Также пошла шишка. Кедровый орех везут из Лазовского и Кавалеровского районов. Цена за килограмм – 350 рублей. Одна шишка обойдется в 50-100 рублей. По признанию продавцов, ореха в этом году много. Спрос хороший. Это уже, как говорится, не первые мешки продаем. Так что спрос неплохой на орехи. Берут прям мешками или как? Нет, ну, кому килограмм, кому два, кому три. Ну, бывают, ну, в основном приезжие, кто вот с Камчатки, там, с западных районов. Они там берут помногу. В последний вагон уходящего изобилия пытаются запрыгнуть любители меда. Литр цветочного меда обойдется в 300 рублей, липового – в 280. Привез я со Спасского района, село Кронштадтка, там экологически чистый мед. Вот. Урожай был в этом году хороший, но скоро будет меньше, потому что липу вырезают. А основной медонос это в Приморье – это липа. Делать заготовки на зиму или нет, каждый решает сам. Конечно, любителям соления еще придется потратиться на соль, сахар, банки, крышки. Однако дело не только в цене, а во вкусе и качестве продукции, сделанной собственными руками. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.